Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». В студии Екатерина Дегтярева коротко о главных событиях прошедших дней. Хорошая современная школа с хорошим актовым залом. Это 912 мест, столовая 570 мест. Ход строительства еще одной новой школы в Люберцах проверил Владимир Ружицкий. Технология простая. Снимается верхний слой покрытия, слой износ, так называемый, фрезеруется. И укладывается новое покрытие. На улице Кирова идет укладка нового дорожного покрытия. В сравнении с другими городами и Москвой, и другими региональными городами тем более, уровень высочайший. Да, есть нюансы. Заключительный этап благоустройства Малаховского озера обсудили с жителями. Ну и плюс свобода движений, конечно же. Тогда окситоцин будет работать исключительно на вас. Скоро мама. Праздник будущих родителей в Наташинском парке. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное совещание. Руководители управлений, ведомств и служб подвели итоги работы за минувшую неделю. Какой она была в части оперативной обстановки в сфере ЖКХ и благоустройства округа, расскажут мои коллеги. За минувшую неделю в Люберецкое МВД поступило 2300 обращений. Возбуждено 24 уголовных дела. 19 из них раскрыто по горячим следам. Произошло 140 ДТП. Пострадало 2 человека. Личный состав охраняет общественный порядок в местах массового пребывания граждан. Завтра день ВДВ. Я еще раз хочу торговлю попросить Владимира Михайловича посмотреть по рынкам, предупредить. Потому что у меня была проблема у наших товарищей. Подразделения Люберецкого гарнизона пожарной охраны за прошедшую неделю по сигналу тревога выезжали 53 раза. Три из них на тушение пожаров. Непосредственно в городском округе Люберцы ликвидировали два возгорания. И пожар сегодня утром 1 августа по адресу Люберцы по Братимов, дом 29А, второй подъезд, квартира 41. Загорание в 4 утра 58 минут. В результате обгорела комната и коридор двухкомнатной квартиры на площади 22 квадратных метра. К сожалению, было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Личность устанавливается. Управление ЖКХ занимается обработкой обращений. За неделю их поступило 3427. Среди вопросов преобладает некорректное начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги. Также граждане жаловались на отсутствие уличного освещения и крышек колодцев. Продолжается работа по замене лифтового оборудования. Сейчас в работе у нас 10 лифтов в замене в жилфонде обслуживаемых управляющих компаний ЛГЖТ. Всего на данный момент уже заменено 23 лифта. Кроме этого, продолжается ремонт подъездов. В порядок привели 104. И ремонт многоквартирных домов. На 55 объектах работы завершены. Для удобства жителей планы и графики замены лифтов, ремонта подъездов и домов размещены на сайте администрации в разделе ЖКХ. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Подготовка городского хозяйства к осенне-зимнему сезону близится к завершению. Все работы необходимо произвести до конца августа. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий посетил водозаборный узел номер 16, который снабжает водой более 10 тысяч жителей Люберец. Подробности в следующем материале. В помещении водозаборного узла чисто и пахнет краской. Работа по подготовке к зиме практически завершена. Мастера подтягивают сальники на насосе, чтобы не подтекал. До этого промыли резервуары, заменили запорную арматуру. Уложились в сжатые сроки, так как оборудование новое. В 2021 году объект реконструировали. В ходе реконструкции заменены насосные оборудования, трубопроводы, в том числе выхода со станции, запорная арматура, глубинные насосы, колонны водоподъемные. То есть достаточно большой перечень оборудований заменен будет. Обновление обошлось в 30 миллионов рублей. Станция максимально автоматизирована. Персонал один человек в смене. Марина Баклева трудится здесь с 2009 года. Главное в ее работе наблюдать за территорией. Водозаборный узел относится к стратегически важным объектам и фиксировать показания приборов. Я обязана следить, чтобы показания всех приборов учета были в допустимой норме. Если какие-то идут отклонения, значит уже идет какой-то сбой в системе. И нужно об этом срочно сообщить и устранить этот дефект. Водозаборный узел – это три насоса и три скважины. Одна основная и две дополнительные. Эксплуатируются по очереди. В час выкачивается и подается в систему водоснабжения более 200 кубометров воды. Подъем идет с глубины 110 метров. Вода мы проверили, она качественная, она по сути как родниковая. Тем более это на вкус, но мы всегда воду отдаем Роспотребнадзор, делают анализы регулярно, чтобы не было каких-либо лишних примесей. Поэтому вода здесь качественная. Подготовка к осенне-зимнему сезону начинается в конце отопительного периода, в марте-апреле. Коммунальщики трудятся все лето, чтобы к концу августа все системы ЖКХ были максимально готовы к встрече холодов. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На улице Кирова продолжается замена асфальтового покрытия. Чтобы доставлять жителям меньше неудобств, ремонт идет преимущественно ночью и в сжатые сроки. Ход работ проверил исполняющий обязанности главы городского округа Люберцы Владимир Волков. Несколько грузовиков, машина по укладке асфальта, два дорожных катка и бригада рабочих. Техника и люди передвигаются по улице, оставляя за собой новый слой асфальта. Толщина покрытия, как требуют нормативные документы, 5 сантиметров. Технология простая. Снимается верхний слой покрытия, слой износа так называемый, фрезеруется. И укладывается новое покрытие. Материал абстандартный, асфальтобетон B2, как на всех наших дорогах. К выполнению работ привлечена подрядная организация. Площадь ремонта 23,5 тысячи квадратных метров. Асфальт укладывается от бордюра до бордюра. В городе ведутся работы объемом порядка 180 миллионов финансирования по разным объектам, по разным районам города. И, конечно же, это те дороги, которые требовали ремонта. Были уже достаточно изношенные. Это план на этот год. На следующий год, конечно же, работы будут продолжены. Работы идут и днем, и ночью. Но преимущественно в ночное время, когда меньше трафик. И, соответственно, невелика вероятность образования пробок. По планам строителей, ремонт дорожного покрытия на улице Кирова будет завершен в течение недели. По завершению работ есть специализированная организация, лабрадор так называемая. Она будет выбирать керны, выбирать качество асфальтобетона и качество выполненных работ. Управление дорожного хозяйства примет объект, как только специалисты по итогам экспертизы асфальта выдадут положительное заключение. Согласно гарантийным обязательствам подрядной организации, новое покрытие должно прослужить 5 лет. Алексей Аврамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Коттеджный поселок Жемчужина Коренева. Лес, озеро и развитая инфраструктура. Только добраться до него без личного автомобиля до недавнего времени было сложно. Теперь проблема транспортной доступности разрешена. О новом маршруте в нашем следующем сюжете. Заплатить за проезд можно и социальной картой, и тройкой, и стрелкой. Как на всех маршрутах МОЗ Трансавто. Ждать автобус тоже недолго. Интервал 15 минут. Для удобства пассажиров на остановке висит расписание. Востребованный маршрут, так как большое количество детей отсюда добирается до садиков, до школ. Ну и здорово, что на данный момент этот маршрут будет регулярным. Теперь конечная маршрута номер 2 перенесена с улицы Лорха к ЖК Жемчужина Коренева. Доехать на нем можно до платформы Малаховка. Пока на линию выведен один автобус малого класса. Если пассажиропоток вырастет, то количество автобусов тоже увеличат. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В целях обеспечения газовой безопасности в многоквартирных домах городского округа Люберцы устанавливают систему автоматизированного контроля загазованности. День добрый. Компания Unicon. Идем устанавливать газоанализатор. К установке автоматических сигнализаторов утечки газа в Люберцах приступили весной. Приборы уже подключили более чем в 1100 муниципальных квартирах округа. Долго устанавливать его? Данный прибор устанавливается легко и быстро в течение от полутора до пяти минут. Газовщики на месте составляют договор, устанавливают прибор, подключают его к розетке и рассказывают жильцам, как он работает. Если, не дай бог, происходит в помещении, где установлено газовое оборудование, утечка газа, данный прибор сигнализирует звуковым и световым сигналом, оповещая жильцов, которые находятся в помещении, о том, что концентрация газа превосходит допустимую. Пенсионерка Жанна Жадобнова живет в этом доме на железнодорожной улице более 35 лет. В целях безопасности себя и своих близких сигнализатор загазованности хотела установить давно. Теперь ее мечта сбылась. Передачи смотришь по телевидению и показывают, дома взрываются от колонок и вообще от газа. Я теперь буду слышать, если что, газ выходит сразу, сигнализация сработает, можно вызывать газовщиков. В случае утечки газа необходимо позвонить в службу 112 и выполнить несколько простых действий. Абонент должен перекрыть газ, обеспечить вентиляцию в помещении, не пользоваться газовыми приборами и ожидать сотрудников в проветриваемом помещении, в безопасном, пока до устранения проблемы. Монтаж оборудования в муниципальных квартирах осуществляют в рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева. Администрация провела конкурс. Компания «Юникон» выиграла данный конкурс и сегодня компания «Юникон» осуществляет установку совершенно на безвозмездной основе за счет муниципальных средств в муниципальные квартиры системы автоматизированного контроля за газованность. По 1100 адресам работы уже выполнены. Всего до конца года сигнализаторы загазованности установят более чем в 4450 квартирах округа. Это составит 60% от общего числа квартир муниципального жилого фонда. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Владимир Волков проинспектировал ход капитального ремонта гимназии номер один. Его проводят в рамках государственной программы образования Подмосковья и программы капитального ремонта школ, инициированные президентом России. Фасады у нас договоренности. На этой неделе заканчивайте лицевая сторона и переходите. Капитальный ремонт здания 1936 года постройки начался в феврале. Чтобы уложиться в сроки, строители трудятся в две смены. Днем выполняют основные работы, в ночное время поднимают стройматериалы, укладывают полы и убирают в помещениях. Все инженерные системы в данный момент уже закончены. Осталась электрика, ну и чистовая отделка. Вентиляция здесь проводится, получается, в кабинетах химии, физики, специализированных кабинетах, в столовой. Вентиляция полностью с нуля монтируется. В данной школе не было своей вентиляции никогда. Полы на верхних этажах застелили досками и покрыли стекломагниевыми листами, которые защитят от возгорания. Сверху уложат линолеум. Лестничные пролеты, ступени и пол на первом этаже выложат плиткой. Окна уже заменены. Рабочие готовят стену под покраску. Фасады штукатурили, утеплили и тоже готовят к покраске. Ежедневный контроль наших сотрудников, контроль подрядной организации позволяет нам уверенно говорить о том, что работы ведутся в срок, даже по некоторым разделам ведутся с опережением срока. С 15 августа будет организован уже завоз всего оборудования. 1 сентября гимназия номер один и шестая инженерная школа, в которой тоже сейчас идет ремонт, распахнут свои двери. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Малаховская подстанция скорой помощи ждет своего обновления. Капитальный ремонт в рамках партийного проекта «Единая Россия и здоровье будущего» там идет второй месяц. Ход строительных работ проверил Владимир Ружицкий. Сейчас на Малаховской подстанции скорой помощи идут работы на фасадной и внутренней части здания. Демонтаж, отбивка старой штукатурки, нанесение новой. В ближайшее время по плану чистовая отделка помещений и ремонт инженерных систем. Подрядная организация с опытом, я вот переговорил, с парнями, которые здесь работают. Не вызывает опасений, потому что материалы все закуплены. Такая обычная рабочая атмосфера, где нет никаких сомнений, что эти работы будут выполнены. Ремонт на подстанции начался в июле этого года. Закончить планируется к началу октября. В обновленном здании будут работать три бригады скорой помощи. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялся праздник «Скоро мама». Его организовали сообщество «Мама офлайн» и Московский областной центр охраны материнства и детства. Главная идея мероприятия – дать родителям ответы на волнующие их вопросы перед рождением ребенка. Ну и плюс свобода движений, конечно же. Тогда окситоцин будет работать исключительно на вас. Естественное обезболивание схваток, их проживание, партнерские роды. Получить информацию можно было в одном месте и от разных специалистов. Это уникальные события для будущих родителей округа. Кто-то приходил с мужьями, чтобы и они знали, что их в скором времени ждет. У мужа как раз про партнерские роды интересно было бы послушать, потому что такой момент, который он еще пока не до конца понимает. А тут находятся профессионалы, которые более-менее ему объяснят. Он уже более-менее понял, что это такое и согласился на партнерские роды. Одним из ярких моментов праздника стала гендер-пати. Семья Пимановых в ожидании второго малыша. Во время мероприятия они узнали, кто же у них будет – мальчик или девочка. Один! Праздник «Скоро мама» в Люберцах прошел впервые. Такой формат взаимодействия понравился как гостям, так и организаторам. Очень приятно, что он родился, этот проект, на территории нашего города, нашего округа. Конечно же, для каждого родителя потенциального, у кого будет первый ребенок, и даже у кого не первый, а второй и третий, всегда интересны новости, обмен информацией. Помимо полезной части была еще и развлекательная. Гости попробовали себя в танце, послушали песни, а некоторые приняли участие в творческих мастерских и даже получили подарки. Это такое душевное мероприятие. Они такие просто все миленькие, позатенькие, эмоциональные. И мне кажется, что сейчас они как-то сдружатся, у них будут общие интересы, общие какие-то вопросы. Я думаю, что после этого девочки со спокойной душой пойдут рожать. Теперь в планах организаторов сделать такой праздник ежегодным, чтобы у будущих родителей не было страха и волнения, а только чувство приятного ожидания приближающегося чуда. Доверьте, люди в чудеса и мир вокруг прекрасней будет! Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах с конца весны зафиксировано несколько случаев заболевания менингитом. Если вовремя не начать лечение, опасное заболевание может привести к инвалидности. Об одной из важнейших прививок в следующем сюжете. В менингите воспаляются оболочки спинного и головного мозга. Болезнь развивается очень быстро, может вызвать поражение мозга и даже привести к смерти. Инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, но правда при очень тесном контакте, потому что эта инфекция называется еще поцелуйная инфекция, то есть при очень тесном контакте. Менингокок – очень тяжелый микроб, он летает далеко плохо, и поэтому в основном это там, где большая скучность населения, в семейных очагах, как правило, если тесный контакт. Для заболевания характерны высокая температура, насморк и першение в горле. Если болезнь прогрессирует, появляются и другие симптомы. Это рвота, это очень сильная головная боль. Ну и самый неприятный признак менингококковой инфекции, особенно генерализованной, это звездчатая геморрагическая сыпь, которая может появиться в любом участке тела. Это очень грозный симптом, требующий молниеносного принятия решения о госпитализации. Вакцинироваться от менингококковой инфекции можно в поликлинике по месту прописки. Вакцину вводят людям от 9 месяцев до 55 лет. Особенно тяжело болеют дети, поэтому их вакцинируют в первую очередь. Елена Довгаль привела четверых сыновей. Ну, температура бывает, конечно, не без этого, но так хорошо. Сейчас очень много всего вируса гуляет, поэтому лучше все-таки обеззаразить детей. Главные противопоказания в прививке – вирусные инфекции и обострение хронических заболеваний. Поэтому перед вакцинацией обязательный осмотр врача. Он выявит противопоказания и сократит риски побочных эффектов. Буква у нас расслабляет. Держи, мы можем держать. Все? Самочувствие нормальное? Угу. Я уже не буду поедать. Я буду уже дорогой. Жанна Фокина, узнав о возможности привиться от менингококка, с дочкой пришла на прием к педиатру. Я за здоровье, конечно. Потому что лучше уколоться один раз, чем потом лежать в больнице и еще и опасность там детальных исходов. С конца весны в городском округе Люберцы зафиксированы 8 случаев заболевания менингитом. Среди них и дети. Болезнь скоротечная. И самый лучший способ защиты – вакцинация. Сохраните дорогу и сделайте прививку. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Третий заключительный этап благоустройства парка «Малаховское озеро» подходит к завершению. Здесь установили детские игровые площадки и обустроили спортивные зоны. На пляже натянули волейбольную сетку, поставили шезлонги. Выполнение работ контролирует администрация и жители. Подробнее в нашем сюжете. На очередной встрече представители Общественного совета парков, рабочей группы и администрации округа обсудили ход выполненных работ и подняли важный для многих жителей вопрос о чистке озера. С одного доема в следующем году планируют удалить более 140 кубов ила. Все ваши пожелания о том, что просто чистить Малаховское озеро без македонки сверху по течению, которая уходит в Раменский округ, фактически бессмысленно. Поэтому в этот проект, который сейчас на корректировке, внесен 513 метров протяженности реки Македонки. Когда проект будет готов, с ним ознакомят Общественный совет парков. На сегодняшний день на Малаховском озере обустроена тропиночная сеть и велодорожки, благоустроены две пляжные зоны. На одной из них предусмотрена зона для игры волейбол. Вокруг озера установлено более 100 лавочек. Вообще нравится это из-за того, что сейчас машина сюда не заезжает. Очень изменился, мне кажется, даже народ другой приходит сюда гулять. Детские площадки должны быть, конечно, почище чуть-чуть. В оживленных местах установят более 40 камер видеонаблюдения. В следующем году приступят к строительству моста через Македонку. Рассмотрели вопросы организации парковочных мест для отдыхающих и установку раздевалок в пляжных зонах. В сравнении с другими городами и Москвой, и другими региональными городами, тем более, уровень высочайший. Да, есть нюанс, электричество в течение недели должно работать. Десятого сделайте, хорошо, сделайте восьмого, скажем спасибо. По всем остальным работам, по видам, на следующий год, вот то, что мы проговорили, ну, будем вносить в план. Но финансирование всегда на это должно быть. Мы всегда либо используем областное, либо федеральное, как только программа какая будет открыта, все это внесем. В ходе осмотра территории парка выявили ряд недочетов по его содержанию. В кратчайшие сроки замечания будут устранены. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Сотрудники Люберецкого музейно-выставочного комплекса проводят по Малаховке тематические экскурсии. В течение многих лет они привлекают не только местных жителей, но и гостей городского округа. Мы с вами начинаем маршрут с владельцев южной части Малаховки. Вообще дачная Малаховка начиналась с железнодорожной станции. Движение по нашей Московско-Рязанской, впоследствии Московско-Казанской дороги, открыто в 1880 году. Первые дачи здесь появились в 80-е годы 19 века. Живописные места, удобное расположение и непосредственная близость с Москвой привлекали любителей загородного отдыха. Малаховка помнит имена известных художников, актеров, музыкантов и писателей, которые коротали здесь теплые летние вечера. Были такие, кого посещение Малаховки натолкнуло на новые идеи, новые какие-то творческие задумки. Например, Леонид Андреев начал писать пьесы после посещения Малаховки. Именно прогулка по нашему поселку в темное время заранила в нем мысль создать пьесу к звездам. В начале 20-го столетия рядом с Малаховским озером построен кирпичный дом в стиле модерн. В нем жил и работал писатель, поэт и организатор Московского литературного кружка «Среда» купец Николай Телешов. У него в гостях часто собирался весь цвет отечественной культуры. Гелеровский, Бунин, Бахрушин, Вересаев, Шаляпин. Помимо писательской деятельности, Телешов, которому принадлежала большая часть Южной Малаховки, вел и общественную. Николай Дмитриевич понимал, население растет, а значит, необходима школа. Ранее это Красково-Малаховское среднеучебное заведение для детей обоего пола. Первая в нашей стране сельская гимназия совместного обучения. Инициатива построить здесь образовательное учреждение принадлежала первому главврачу Красковской больницы Михаилу Леоненко. Идею подхватил и Николай Телешов. В 1909 году на месте будущей школы заложен первый камень. Прошло больше ста лет, а учреждение работает и сегодня. Это средняя школа номер 48. С Малаховкой связано имя и Марка Шагала. В 20-е годы художник преподавал рисование воспитанникам детской еврейской колонии имени третьего интернационала. Это дети-сироты, беспризорники. Многие из них потеряли родителей в годы гражданской войны. Сюда работать Шагала направил нарком просвещения Луначарский. Художник проживал в нескольких минутах ходьбы о детской колонии, которая размещалась в бревенчатых домах дореволюционной постройки на пересечении нынешних центральной и республиканской улиц. Сегодня на их месте находится школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. Очень часто приходится слышать фразу, ну вот мы живем и ничего не знаем о своем родном поселке. Но как раз это и прекрасно, что люди задумываются о том месте, где они живут. Есть такие, кто недавно переехал, вот мы здесь не так давно живем, хотим узнать, что за место. Прекрасно, что люди так мыслят и так к этому подходят. Экскурсию по Малаховке сотрудники музейно-выставочного комплекса проводят регулярно. Тематика путешествия во времени разнообразна. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Акция «Граффити Победы» шагает по стране. В России становится все больше городов, где появляются изображения, призванные сохранить память о подвиге фронтовиков. Рисунки, сделанные руками юно-армейцев, не только напоминают о бойцах, которые изгнали немецко-фашистских захватчиков, но и объединяют поколения. В всероссийской акции присоединились и люберцы. А так закрашивать? Сильно нажать, сжимать в нас. Напротив дома офицеров в бывшем военном авиагородке нарисовали портрет дважды Героя Советского Союза Павла Кутахова. Рядом с главным маршалом авиации изображен люберецкий юно-армеец. К военно-патриотическому движению «Юно-армия» Андрей Бурдаков присоединился два года назад. Во время пандемии подключился к волонтерской деятельности. В «Юно-армии» общественную работу девятиклассника оценили. Я не знал, что я буду рядом с Павелом Степановичем, но я горжусь, что я рядом с ним изображен. Это очень интересная личность, с которой можно брать пример и нужно брать пример, потому что он сделал огромный вклад в военную авиацию. У него есть и будет много воспитанников, которые пошли по его стопам, которые хотят быть похожи на него. На маршала Кутахова стараются равняться кадеты, курсанты летных училищ, выпускники высших военных учебных заведений, пилоты. О чем можно говорить, если человек провел 367 вылетов, 79 боев, из которых лично сбил 14 самолетов, 28 самолетов сбил в группе и сам лично освоил 30 самолетов. Гвардии подполковника ВВС в отставке Ивана Враменко прослужил в военно-воздушных силах 42 года. Из них большую часть проработал в научно-исследовательском институте эксплуатации и ремонта авиационной техники в Люберцах. В 70-е и 80-е годы с рабочим визитом сюда часто приезжал главный маршал авиации. Будучи дежурным по институту, я трижды его встречал, докладывал ему о состоянии, как говорится, по воинскому докладу. Павел Степанович Кутахов построил практически большинство здесь вот жилых домов. По его решению совместно с председателем Совета депутатов города Люберцы построили школу, потому что разрастался наш институт. И сейчас она имя носит Павел Степанович Кутахов. Акцию «Граффити Победы» проводят по инициативе главного штаба юнормии в рамках реализации проекта «Дороги памяти». К ней уже присоединились Волгоград, Казань, Самара, Владивосток, Новосибирск и еще десятки российских городов. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. В парке «Сказок Тамилина» прошло торжественное открытие детской игровой площадки. Помимо главного подарка – новой игровой зоны – для детей устроили целый праздник. Воздушные шары, аниматоры, сладкая вата и музыка. Поздравить жителей поселка с открытием игрового комплекса приехал Владимир Волков. Это одна из самых крупных детских площадок округа. Ее площадь составляет 4000 квадратных метров. Горки, качели, песочница – все элементы выполнены в эко-стиле. Разница с прошлой игровой зоной, по словам отдыхающих, ощутима. Я тут с детства живу, и поэтому есть чем сравнить, какой он был, как он стал. Таких площадок, по-моему, нет, вот именно больших. Очень все нравится, и детям нравится играть. Мне данная площадка очень сильно понравилась, особенно Тарзанка. Детская площадка продумана до мелочей. Видеонаблюдение, освещение, а сама игровая зона поделена на две части. Одна для малышей, другая для детей постарше. Все работы проводили в рамках федеральных программ. Благодаря национальным проектам, благодаря тому, что федеральные средства приходят на территорию городов, в данном случае на территорию нашего округа, такие объекты появляются. И, конечно же, на этом мы не будем останавливаться. Будем всегда принимать участие в программах. Теперь в планах благоустройство прилегающей территории. Но, судя по реакции детей, им и сейчас все нравится. Круто! Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 54-й турнир ММА-серии прошел в Люберецком округе. В нем приняли участие спортсмены из восьми стран мира. Подробности в нашем следующем сюжете. На ринге Дворца спорта «Триумф» прошло 13 боев. Участие в них приняли 26 спортсменов из России, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Бразилии. Для нас очень знаковое событие международной еда и соревнования. Конечно же, для нас это честь, когда спортсмены такого уровня стрелуются на территории. Большинство бойцов радовали зрителей досрочными победами. Одним из таких стал бой спортсменов из России и Молдавии. Поединок в среднем весе, продолжительность 2,5 минуты. Удушающий прием и победа за спортсменом из Краснодара. Молдавия, Краснодара, Борислава, Чуболенко! Наша проделанная работа с ребятами, она, как сказать, окупилась. Мы Россию прошли, 5 из 5 удушающих, мир удушающий. Первый прошел на любой удушающий. Я знал, что я его здесь делаю тоже. Так что, дай бог, мы будем дальше радовать досрочными победами. ММА – это смешанные единоборства или бои без правил. Вид спорта, который с каждым годом набирает популярность как среди зрителей, так и спортсменов. У нас есть три, скажем так, хэппининга, да, то есть за что боятся спортсмены. Я не говорю о том, что они получают, понятно, некое вознаграждение, но самое главное, наверное, для них, для спортсменов – это, конечно же, пояса, это, конечно же, награды, конечно же, это титул. И известность, и благодарность своих зрителей. Благодарность от зрителей бойцы турнира получили сполна. В зале присутствовали не только любители зрелищ, но и действующие, а также будущие спортсмены. Интересный турнир, интересные бойцы. Я выступаю. Смотрел только тяжелый вес, честно, потому что я сам тяжеловес, мне интересен тяжеловес. Замечательный бой, да, все понравилось. Ребенок у меня занимается тоже боем искусственным, пришли посмотреть в восторге. В округе это уже не первое соревнование международного уровня по боям без правил. На этот раз трансляция турнира велась на 41 страну мира. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей на нашем сайте lrt.tv и в соцсетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова